А перед просмотром этого видео, я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Fox2Up. Он делает обзоры модов, играет с лаки-боками и снимает интересные видео. Если вы хотите больше узнать об этом человеке, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами Столва Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. И как обычно, перед тем, как продолжить наше путешествие, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. И сейчас, ребята, я бы хотел с вами поделиться небольшими новостями. Потому что в этой серии много что произойдет, за исключением каких-то изменений в самом моде Pixelmon и в нашем сезоне. А что мы будем делать в этой серии? Ребята, в этой серии я вам покажу, что же я изменил. То есть, какие я моды добавил. Потому что, да, ребята, я пытаюсь как можно чаще и как можно больше и как можно лучше усовершенствовать нашу сборочку Pixelmon. Как видите, этот уже первый мод, который просто-напросто реально очень крутой. То есть, позволяет вот так смотреть, что же у нас, где у нас. И, в принципе, можно вот так даже весь мир посмотреть. И это реально очень круто выглядит. Прям... Нет, не лагает? Нет, не лагает. Правда, это просто долго обновляется, потому что, ну, все-таки там рендер большой. Плюс там у меня еще шейдеры включены. Поэтому это реально будет долго вот это все так делать. Смотрите, тут даже можно менять тень, куда падает. Но ладно, ребята, вот, вот он я, вот наши новые шейдеры. Если честно, мне вот эти шейдеры, наверное, больше нравятся, чем старые. Потому что вот старые. Вот. А вот новые. Эти более какие-то, мне кажется, красочные. Реально, они очень такие более приятные на глаз. А, второе. Сейчас, дайте я вот это так поставлю, спрячу. Вот этот бар покемонов, чтобы посмотреть, что же я изменил в этом сезоне. Какие моды я добавил, что я новое построил. Но, ребята, перед тем, я бы хотел вам сказать спасибо за то, что вы находитесь тут. Смотрите это видео, поставьте лайк, я надеюсь. Оставьте свой комментарий. Также подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. Я буду очень сильно этому рад. И, также, ребята, давайте мы наберем 800 лайков, чтобы новая серия пиксельмона вышла завтра. Именно завтра, а не послезавтра. Не через день, не через два дня, а именно завтра. Если за этот день до вечера мы наберем 800 лайков, то, во-первых, я буду вам очень благодарен. А, во-вторых, новую серию пиксельмона вы получите прямо завтра. И ждать вам больше не придется. А если мы наберем вообще 1000 лайков, то новая серия пиксельмона будет продолжительностью в 50 минут. То есть, можно сказать, практически час. Поэтому, если вы хотите мини какой-то полустрим, если вы хотите видеть новую серию пиксельмона завтра, то, ребята, давайте поставьте лайк. И, если мы наберем 800 лайков, завтра выходит новая серия. Если мы наберем 1000 лайков, она будет часовая. И, ребята, давайте приступим. Что я изменил? Я убавил вот эти золотые сундуки. Почему? Потому что плюс то, что они не занимают много места, плюс то, что в них вмещается куча всего. Но минус в том, что они очень компактные. То есть, парочку таких сундуков хватит. А я... Зачем я тогда строил вот такой большой склад, да? То есть, тут столько всего места. Давайте еще вот это убавлю. Зачем я вообще строил такой большой склад и столько места, если мы тут просто-напросто ничего не будем хранить? То есть, в чем вообще смысл? Поэтому я удалил те сундуки. И плюс тому, там был минус. Было два огромных минуса. Сундуки смотрели всегда в другую сторону. Если я хотел расставить нормально сундуки, да? Чтобы они, например, смотрели в эту сторону. А эти сундуки, которые тут, в принципе, тоже смотрели в эту сторону. То, когда я уходил, возвращался, они как будто живые. Они просто-напросто сами брали и разворачивались в эту сторону. Какие-то баги. И, во-вторых, вы помните то, что я не мог их сортировать? Вот, например, сейчас, вот смотрите. Как инвентарь. Я могу это все вот так раскидать в инвентаре, нажать буковку, и он автоматически рассортируется. И в этих сундуках я не мог. Хоть они и золотые были, в них было очень много вещей. И их нужно было сортировать самому. Это было не очень. А вот тут, ребята, нажал на вот это. Вот хоть куда-то вот это все раскидал. Нажал, и оно просто-напросто само рассортировалось. Если честно, это намного удобнее. Так, давайте вот это я уже сюда буду все складывать. У нас уже много вещей. Так, это сюда давайте. Замечательно. Тут зачем, вы спросите, зачем я вот это построил? Ребята, это, можно сказать, такая небольшая мусорка, да, куда это все можно выкидывать. Пофиг, выкинем. Вот так. Поэтому, в принципе, это даже очень и очень удобно. Так, это давайте тоже заберем, рассортируем и сюда поставим. Мне кажется, тут уже места нету. Скоро не будет. Офигеть, у нас уже даже много ресурсов с пиксельмона. В принципе, за 20 серий, можно сказать, это даже мало. В предыдущем сезоне с 20 серий у нас уже гора вот этих ресурсов была. Но все же. Дальше, ребята, что я изменил дальше? А тут вот на факелы есть вот это. Когда берешь факел в руку, то он освещает вот это, видите, помещение. Без самого мода. Потому что мод есть специальный для этого. Давайте я сейчас посмотрю, какие моды я добавил. Первый мод, это я добавил баннеры. Какие-то там баннеры добавляются. То есть, можно их вешать и совмещать баннер, например, с топором. Ставишь баннер и топор в слот. И получается рисунок топора на самом баннере. Ставишь и просто-напросто. Это прикольно так висит и смотрится. Второй мод я добавил, это экспэчест. То есть, это как сундучок, но там можно хранить опыт. Я не знаю, ребята. Давайте, может, мы даже попробуем вот это сделать. Давайте, 1, 2, 3, 4. Я запомнил крафт. 1, 2, 3, 4. 1, 2. И дайте ко мне, дайте ко мне, дайте ко мне. Дайте ко мне дерево. Вот так. Так, сейчас. Мы это быстренько, ребята, сейчас посмотрим. Сделаем. Мне кажется, это будет прикольно. Вот так. И вот так. Экспэ, чес. Офигеть. Вот. Тут он у нас будет стоять. У нас сейчас 61 опыт. Эээ, опыт. 61 уровень. Ага, вот. Сейчас у нас в сундуке стоит 61 уровень. Мы можем также взять и забрать уровень. Мы можем также взять и поставить уровень. Если мы умрём, то мы можем вернуться сюда и просто-напросто взять и забрать вот этот уровень, который находится в нас в сундуке. Ребята, это охрененно. Это реально охрененно, потому что это на серверах с выживанием даже будет очень полезно. Или даже в одиночке, в том же RPG сезоне. И в других различных модах, например, у вас есть какая-то своя сборка, там, Divine RPG или ещё какая-то другое. Это будет очень сильно полезно, потому что вы можете тут хранить вещички. Ну, не вещички. Опыт. Если вы умрёте, просто-напросто придёте, заберёте и захотите, поставите. Это очень и очень полезно. Смотрим дальше мод, какой я добавил. Я добавил мод на поимку рыбы. Ребята, мы будем прямо рыбаками в этом сезоне. Мы будем настоящими рыбаками. Мы берём шерсть. Сейчас. Ага. Нет, это наоборот нужно. Ребята, знаете что? Сейчас. А, вот, 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 вот. Вот, вот, четыре. Вот, смотрите, один, два, три, четыре. И мы, знаете, что мы сделали? Мы создали рыболовную сеть. Ребята, это офигенно. Давайте ещё создадим. Вот так. Так, сейчас вот это сюда, вот это сюда. Три рыболовные сети. Ребята, этот мод очень крутой. Давайте мы, в принципе, сейчас уже и пойдём. Опа, паркурщик нафиг. Пойдём и посмотрим. Будет ли у нас ловиться рыба? Как её ловить? Ребята, мы просто-напросто вставим вот эти рыболовные сети. Допустим, фиг его знает, честно. Допустим, вот сюда, да? И всё. И ждём, пока рыба сюда будет заплывать и будет ловиться. То есть мы потом сюда вернёмся. И мы сможем отсюда уже забрать рыбу. Потому что она будет вот тут. Я не знаю, может, нужно бы было его ниже поставить. Потому что больше рыбы, по сути, в жизни словится, да? Чем на таком мелководье. Но всё же, я пока что не знаю. Знаете, какой плюс? Очень большой плюс этого мода. То, что мы будем ловить рыбу. Мы будем выбивать рыбу с покемонов. И мы сможем эти рыбы совмещать и продавать их в магазине. Да, ребята, мы будем в два раза больше зарабатывать. Наша вторая профессия, это будет рыболовля. Да. Мы будем ловить рыбу и также будем её потом продавать. Я надеюсь, что это всё сработает. Потом ещё что мы вернёмся и заберём рыбу, которая тут уже словилась. Потом, знаете, что я думаю? Вот это всё красиво потом обустроить, да? Тут сделать какой-то спуск. Тут сделать какой-то рыбацкий домик. Тут какой-то пристань. Тут какой-то корабль. И также возле этой пристани сделать вот такое местечко для ловли рыбы. Мне кажется, это будет очень-очень-очень круто. Так, возвращаемся домой. Закрываем двери. Смотрим дальше, какой я ещё мод добавил. Ребята, я добавил ещё мод, 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 мод. Сейчас. Вот этот мод я хочу рассмотреть поподробнее, но только потом. Также я добавил мод на деревья, на которых растёт руда. Зачем это? Смотрите, во-первых, мы можем сделать золотое дерево. То есть, дерево будет расти, на нём будет расти золото. Мы будем пилить вот это дерево и с этого дерева собирать золото. И любые другие ресурсы. Те же алмазы, те же железо и всё другое. Зачем? Во-первых, это упростит нашу задачу выживания. Во-вторых, меньше будет недовольных людей, которые будут говорить Эдисон, я не люблю, когда ты ходишь в шахты. Не ходи, это скучно и ещё там раскучно. Поэтому мы просто-напросто будем собирать с деревьев вот эти все ресурсы. Это будет очень круто. И в-третьих, ребята, мы сможем как можно, как можно, как можно больше добывать золота. Для чего, я думаю, вы уже догадались, да, ребята? Для того, чтобы делать раркэнди, с помощью которых мы сможем прокачивать своих покемонов ещё больше, ещё чаще. Поэтому, мне кажется, это реально будет очень круто. Давайте пойдёмте поспим. О, смотри, что я сделал. Вот тут я заменил вот эти блоки. Сейчас. Да, там ещё один мод остался, но этот мод напоследок. Я заменил, вот тут всё было в стекле, вот тут. Я это заменил на такие блоки, потому что много стекла как-то было. И вот так у нас получилось. Тут, смотрите, ребята. Тут я тоже стекло поставил в этой комнате. Вот, смотри, я сделал лампы. И я сюда перенёс и трейд-машину, и фоссил-машину, и фоссил-клинер, да? Поэтому у нас есть уже отдельная лаборатория для производения покемонов, да? Как будто... Ну, действительно, какая-то лаборатория. И вот тут у нас кровать. Давайте поспим. Также я что-то изменил на своей кухне. Сейчас, ребята, на нашей кухне. Сейчас мы туда пойдём и посмотрим, что же я там изменил. Закрываем двери и потопали. Вот тут у нас появилась. И вот, ребята, наша кухня. Ковёрчик. Мы сюда уже можем зайти. Тут у нас долбить части шаров. И... И... Здрасте, метапот. Ты к нам в гости пришёл? Смотрите, ребята. Тумбочка. Мы можем тут хранить ресурсы. В этой тумбочке. Тут ещё одна такая же тумбочка. Тут микроволновая печка. Мы можем что-то разогревать. Например, рыбку сюда поставили. Потом разогрели. Ну, это так образно, конечно. Дальше. Ну, компьютер, да. Чтобы часть интерьера была. И, в принципе, это компьютер нам же нужен. Холодильник. В котором мы, наверное... В котором мы можем хранить... А-а-а! В котором мы можем хранить нашу еду. Что самое главное. Продумано. Смотрите. Мы не можем хранить другие любые предметы. А только еду. Это продуманный мод. Да. Вот смотрите. Мы можем... Мы можем охлаждать и, в принципе, хранить вообще еду в холодильнике. Чтобы она просто-напросто не испортилась. Это реально очень-очень круто. Прикольно. Мыть ручки. Ручки-ручки. Помыли-помыли перед едой. Ну и также часть интерьера. Это верстак, который тоже неотъемливая часть вообще Майнкрафта. И также тостер, да, ребята. Будем тосты себе делать. Тут у нас небольшой интерьерчик, да, появился. То есть цветочки, лампы и ковер. И тут у нас плавильня. Я ее вот так обустроил. С одной стороны вот такая картина прикольная. С другой стороны вот такая картина прикольная. Тут у нас плавильня. Тут я вот это тоже все так обустроил. И все нормально. Нам ничего жарить не нужно. Жарить-парить. Поэтому все. Круто. И последний мод, ребята. Это усложнит задачу телепортирования. В каком смысле? Мы не сможем вот так сделать. Телепорт. Тепехнулись. Появились вот тут. Пошли куда нам нужно. Мы так не сможем сделать. Знаете, почему я так решил сделать? Потому что это еще больше усложнит наш сезон. И если честно, это мне нравится. Потому что я не хочу, чтобы мы все так простенько делали. И я бы очень хотел, чтобы эта идея вам понравилась. Знаете, какие телепорты? Вот смотрите. Что я выбрал? Что я нашел? Что я выбрал? Вот эти телепорты. Это телепорты мод. Да. Мы можем взять, телепортироваться в любую точку. Есть один огромный минус. Эти вот точки, которые показываются, они мне очень мешают. То есть, они не пропадают. Вот видите. Куда бы мы нафиг не пошли, они будут за нами следовать. И будут перек... Вот, вот смотрите. Даже, я не знаю, как это. Ну, они, короче, вот смотрите. Перекрывают вот это все, на что мы смотрим. Это очень хреново. А вот этот мод телепорта. Он потребует небольших затрат. И если честно, это даже мне нравится. Знаете, какие телепорты я выбрал? Пара-пара-пара-пам. Барабанная дробь. Телепорты. С Гарри Поттера. Да, ребята. Я не знаю, кто-то помнит, как Гарри Поттер мог телепортироваться. Кто-то помнит? Через камины. Да, ребята. Он кидал какую-то волшебную пыль в камины. И телепортировался с одной станции. Или там с одного дома в другой дом в магический мир. И, ребята, это будет у нас. Да, мы сделаем телепорты, как у Гарри Поттера. Мы будем заходить в один камин. И через тот камин телепортироваться в другой камин. Кидать туда волшебную пыль и телепортироваться. Ребята, это охренеть. Что нужно, чтобы сделать эти камины? Дайте-ка я сначала вот это посмотрю. Что это за хренотень? Откуда вообще тут появилось вот это дырище? Дырище бьется. Мать вашу, дырище меня бьет. Ребята, это какое-то паранормальное явление. Я не имею... Вау, чипучи. Я не имею представляю, что это за хрень. Откуда там вообще вот эта дырища большая появилась? Ребята, я не представляю, честное слово. Может мне перезайти, потому что это меня пугает, если честно. А ну, дайте быстренько. Не, ребята, дырище также осталось. Я не знаю, давайте мы лучше уйдем от этого, я не знаю, какого-то сверхъестественного места, потому что это меня пугает нафиг. Откуда? Ага. Значит, в чем прикол, нельзя походить... Сейчас. Нельзя подходить к этой дыре. Нельзя подходить к этой дыре, потому что она нас засасет. Это, как, знаете, какая-то черная дыра, которая будет нас засасывать, как в космосе. Поэтому, ребята, туда лучше даже не подходить. А там тоже есть такая дыра? Там тоже есть такая дыра? Это что, сейчас вот эта вся хрень будет по всему миру? Может, это замодок? Короче, я и ребят потом разберусь. Сейчас я не хочу к этому возвращаться. А я, может, потом какой-то мод удалю. Может, это из-за этого вот такая дырища тут черная... Черные дырищи появились, которые нас просто-напросто засасывают в себя. Сосут нас. Сосут по полной нас. Так, ладно. Ребята, что мы будем делать? Во-первых, 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 что... Сейчас, давайте сначала посмотрим, если тут у нас рыбка. Есть? Есть или нет? Или это мне кажется? Сейчас. Что-то... Сейчас. Так, ребята, мы словили одну рыбку, и мы словили... Охренеть, это такой крутой мод. Вот, мы словили одну рыбку, и мы словили гнилую плоть. Ребята, я уже... Я уже обожаю вот этот мод. У меня уже есть планы, как мы будем его прогрессировать. Я вам уже сказал. Пристань. Рыбацкий домик. Лодка. Корабль. Место для... Рыбачины. ЙЁТЬ! Да. Если честно, это очень круто, потому что уже больше у меня идей появляется. И мы сможем больше и больше развиваться. Мы не только сможем выбивать ресурсы с мобов. А также мы уже сможем сами рыбачить. Рыбачить, ловить в сетях рыбу, и потом её продавать. Барыжить. Это, если честно, меня очень радует. Ладно. Что мы будем делать? Ребята, для того, чтобы сделать вот эти телепорты, нам нужна глина. Потому что камины, как по сути, делаются с кирпича С обычного кирпича, то есть каменного мы не можем это сделать Камины делаются только с кирпича, прям с кирпича Короче, тавтология кирпичный кирпич, да? Не каменный, а с глины он делается Поэтому, ребята, мы будем нырять Мне кажется, я, наверное, выключу шейдеры Потому что шейдерами под водой я не вижу ни черта Ни черта, и знаете что? Нам нужно много глины Нам нужно много глины, о, вижу, вижу, вот она Для начала нам нужно, ну я не знаю честно Нам хотя бы, знаете, нужно сделать два камина Чтобы мы смогли телепортироваться с одной точки в другую Только там есть еще такая фишка, что нам нужно сделать потом будет волшебную пыль А волшебная пыль, знаете, с чего делается? Волшебная пыль делается с одного эндер перла, да? Его, в принципе, легко добыть Если, конечно, мы сможем найти абру, да? И убить ее с одного удара, чтобы она не смогла убежать И также делается вроде с одного пороха Но порох, по сути, легко добыть Потому что порох добывается с сержеволторбов, да? И, в принципе, это, ну, не скажу, что очень сложно их найти Поэтому потом мы, наверное, это все сможем сделать так Давайте я включу шейдеры И, сейчас, быстренько Нам нужны волторбы Нам нужны абры Горы Сейчас, давайте это сюда мы тпхнемся Нет, не сюда Давайте сюда тпхнемся В принципе Я не знаю, круто ли тут Нам нужны волторбы Вот волторбы Нам нужно вроде Нам одного волторбы Смотрите, ребята, нам даже одной вот этой Одного пороха нам, мне кажется, прям вот так Выше крыши хватит А нам три выпало Замечательно Отсюда мы уже можем уходить Я быстренько тпхнусь на остров Потому что на острове тут есть лес Вот, есть лес И может тут заспамится абра Знаете, ребята, когда не нужно Этих арб прям Не знаю, очень много А когда не нужно Точнее, когда не нужно Их очень много А когда нужно Мы сейчас не найдем прям Ни одну абру Ни одну кадабру Потому что Нашли, нашли, нашли Сейчас Опа Попали И убились с одного удара Да, все Я уже смогу вам сейчас, ребята, показать Как это все работает Как это все работает Быстренько Быстренько вот сюда В нашу плавильню Ставим вот так Это все жарится Начинает жариться Замечательно Сейчас, ребята, мы просто-напросто будем ждать Так, это давайте сюда Сейчас мы это все будем ждать Потому что Нужно подождать Когда у нас кирпичики появлятся Для того, чтобы Сделать сам кирпичный дом Только Не кирпичный дом А вообще Камин Только я не знаю Где бы его нафиг сделали Потому что Ну все же тут сможет что-то загореться Потому что Ну вы видите То, что Все-таки дом у меня И с С С С дерева тоже Нужно бы выбрать Какое-то Очень классное место Чтобы оно просто-напросто Не взяло И не загорелось Мне кажется Вот тут было бы Идеально Где-то Вот смотри Сейчас Дайте я сюда подвигу Вот тут было бы Где-то идеально Потому что Тут и место есть Тут и место есть И в принципе Очень бы круто смотрелось Но Но я не знаю Как это все, ребята Устроить Тут, наверное Сейчас мы, наверное Вот это все выкопаем Потому что Это может загореться А я не хочу Чтобы это все загорелось Поэтому давайте Мы где-то Вот тут Четыре вот так Слоя Ну Четыре на четыре Мы выкопаем Даже где-то Мне кажется Давайте лучше Все-таки шесть выкопаем На всякий случай Потому что Если это загорится Это будет очень хреново А глина В принципе Не может загореться Вот, например Где-то вот тут Это будет Дальше Давайте быстренько Пока там все жарится Мы сбегаем наверх Заберем Мне кажется В сундуках Там у нас есть Какая-то Какие-то блоки Допустим сейчас Ну допустим Вот эти возьмем Да и все Что мы будем париться Да Лед не берем Потому что Лед сможет растопиться Хотя лед бы был Даже Даже очень круто Там бы смотрелся Но я не могу Туда лед поставить Давайте мы вот так Сначала сделаем Это ребята Чтобы просто-напросто Посмотреть Да То есть Потом я конечно Вот этот булажник Заменю на что-то Покрасивее Но сейчас Мне кажется Будет очень круто Давайте мы в принципе Ай да че так Мы пойдем поспим Вот тут Ах Быстенько поспим Давай 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 Поспи И выходим Двери за собой Нужно закрывать Мы не в лифте живем Да Чтобы двери И сами за собой Закрывались И может там уже Что-то у нас Пережарилось Так давайте посмотрим 26 Замечательно Наш верстак Сколько нам нужно Ух там вроде Дофиг Там очень много нужно 5 конечно Не хватит Ни 6 не хватит Там 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 Там короче Вроде 12 штук Нам нужно Вроде 12 штук Нам нужно Если я не ошибаюсь Сейчас Давайте я пойду И посмотрю Давайте я быстренько Пойду и посмотрю Мне кажется Вот тут даже Можно сломать будет Допустим Сейчас Допустим 1 2 Да Тут у нас Есть что-то За этой стеной Вроде Ничего у нас Тут нету Значит Смотрите Ребята 1 2 Давайте Тогда Это сюда 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 Вот так Тут может Наверное Перегородочку Какую-то Потом будет Нужно сделать Потом Ребята Мы посмотрим Я пока что Честное слово Я не знаю Я пока что Не знаю Нам нужна Ух ты Нам же Ват Нужна У меня там Был У меня Ах там Твою мать Там и так и так 2 нужно Ребята Нам ват Нужна будет Смотрите У меня тут есть Одна вот эта фигня Мы же ее добыли Знаете Сколько вот это Падает Это фигня Незер Незерек Вообще падает Как бы Спанит Да С очень маленьким шансом Но все же Мы один выбили Мы один выбили И вот он тут у нас А нужно 2 Да Чтобы Как бы для каждого портала Нужно один вот этот Чтобы его поджечь Потому что Нужен Вечный огонь И поэтому Ребята Он нам нужен Но ват Мы еще не ходили У нас если честно Даже еще портала нету Но потом мы попытаемся Ребята Сходить и добыть Как можно больше Потому что без этого Мы просто-напросто Не сможем Сделать вот эти порталы И перейти с этих Бесплатных Никаких порталов На очень даже Крутые Так Зажигалочка Нет Не вот это У нас есть Пожалуйста Скажи что у нас есть Кремень Но у нас Ух ты Твою Нету Замечательно Как всегда Тогда когда нам нужно У нас ничего нету Офигеть просто И зажигалки у нас Даже нету Это Тут Вроде есть А ну сейчас Секунду Бэкпак Нету Вашу мать А у нас еще один есть У нас еще один есть Ух ты Круто Значит мы два выбили Я случайно Сейчас посмотрел Нам нужно кремень Ребята Нам нужно кремень У-у-у-у-у-у-у-у Сколько там серия идет Серия уже охренеть Сколько серия уже идет Мне кажется Ребята На этом мы будем уже заканчивать Потому что я просто-напросто Не успею это сделать Нам во-первых Ещё нужно кремень добыть Мне кажется, его тут Ну, не так много будет Давайте, в принципе, о Ладно Ладно, пускай, может, я еще Даже, ребята, успею, я думаю, вы это Тоже хотите увидеть, так, быстренько Это сюда, это сюда Быстренько Это сюда, это сюда Быстренько Дайте-ка я подумаю Дайте-ка я подумаю Быстро сюда, мы пойдем, потому что нам Вроде еще таблички нужно сделать Нам вроде еще таблички нужно сделать, поэтому Нужно быстренько бежать, взять Дерево, так Давайте вот это возьмем Так, сейчас Да, вот сюда, рассортируем Таблички Какие нафиг таблички Точнее, да, таблички, но я почему-то Сказал таблички, а начал делать Начал сундуки делать Да нет, не вот это Ай, что-то Ой, я не знаю, зачем я так много палок сделал В принципе, нам Нам нужно не так уж и много Вот так Замечательно Я не знаю, зачем я так много палок сделал Но, в принципе, я думаю, что в этом ничего страшного нету Смотрите Опа, сюда прыгаем Нам нужно Нам нужно Как можно больше Как можно больше Вряд ли этого хватит Хотя Хотя возможно 7 Я не уверен Две таблички Нам нужно сделать две таблички То есть Да, две таблички У нас уже есть Обычные таблички Но нам нужны необычные Нам нужно Гарри Поттерские Гарри Поттерские таблички Вот так Замечательно У нас уже есть две таблички Быстренько идем сюда Быстренько идем сюда Ставим Ставим тут дом, например Да Вот сюда пишем Зажигаем Опа И кидаем одну Один магический порох Во! Зеленый огонь Прямо как в Гарри Поттере Ребята, это очень круто, это мне очень сильно нравится Это мне очень сильно нравится Идем в зимний биом Вот сюда, сейчас, сейчас, сейчас Сейчас Допустим, секунду Это сюда, это сюда, допустим Хрен его знает, где бы это все поставить Сюда, 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 сюда Замечательно, прям хватило Точь в точь, круто Ребят, я даже вам сейчас покажу, как это все Работает, это очень круто Ребят, этот мод меня просто удивляет Если честно, я не знаю, почему я его раньше Не нашел, но мод реально очень крутой Опа, и ставим табличку Зимний биом Все Бежим Дом Гоу Появляемся в камине Забегаем обратно Идем в зимний биом Бум Мы обратно тут Только, знаете, у меня есть такое ощущение сейчас Сноу, допустим Я просто хочу написать Оу, ага Ага, понял Я понял, когда, когда понял Сноу, да Сейчас Сейчас Сейчас, 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 сейчас Нужно это писать на английском Потому что, видите, то, что на русском На русском Очень хреново отображаются буквы Поэтому нужно, наверное, писать на английском Вот, например, вот так Хаус И кидаем один порошок И все У нас отлично Хаус Круто Ребята Этот бот Очень крутой Знаете, что Давайте мы даже Закончим в новом месте Где мы Вот сюда И вот так мы сделаем В каждом биоме И это будет намного круче А мне кажется Мне кажется Вот этой пыли Нужно как можно больше Видите, ребята Это еще больше хардкорно Потому что Этой пыли Нам нужно будет Как можно больше Когда у нас будет Этой пыли Вообще не будет То мы не сможем вернуться домой Ребята Мы не сможем вернуться домой Это будет очень круто А вот это Мы все будем отключать Вот смотри Это мы все будем отключать Потому что Это реально очень мешает Вот так Смотрите Так, сейчас Это мы тоже отключим Это мы отключим Дом Пускай пока что будет И все И вот так у нас будет выглядеть Ребята Это очень круто Если честно Это мне очень сильно нравится Мы стали прям Гарри Поттерами Ребята Я очень сильно рад Что эта серия вам понравилась В этой серии Мы конечно ничего не сделали С модой пиксельмон Но все же Я рассмотрел новые моды Которые я добавил В наш сезон И если честно Я наверное потом обновлю сборочку Вы сможете ее скачать И Также стать Гарри Поттерами И также ребята Я буду очень сильно рад Еще расскажу Если мы наберем 500 лайков То новая серия Выйдет завтра Не после завтра Не через неделю А именно завтра И новую серию пиксельмона Вы сможете уже посмотреть Через один день А если мы вообще Наберем 1000 лайков То эта новая серия Будет длиться целый час И мы в следующей серии Уже заспауним Артикуна Легендарного покемона В этой серии Планы немного поменялись Извиняюсь Но все же я показал То что я Начудил с нашим сезоном И ребята Не забываем Оставлять свои комментарии Я общаюсь Со своими подписчиками И если вы хотите Со мной пообщаться Все что вам нужно Это просто Оставить свой комментарий С каким-то вопросом Советом Пожеланием Я постараюсь Прочитать ваш комментарий И также на него Ответить И пообщаться с вами Ребята Если вы еще Не подписаны на мой канал Я буду очень сильно рад Если вы вот это сделаете И станьте Новым членом Нашей большой дружной семьи Еще расскажу Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok